Российская Минобороны заявила, что якобы Украина атаковала Московскую область с пятью беспилотниками, но все они были сбиты. Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Россияне также заявили, что якобы четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожили ПВО, а еще один обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник якобы упал на территории Одинцовского района Московской области. И хотя Минобороны уверяют, что пострадавших разрушений нет, российский телеграм-канал Шот сообщал о пожаре в деревне Кривошейно в Новой Москве в результате падения беспилотника. О взрывах под Москвой массово сообщали очевидцы, пишет телеграм-канал БАЗа. В нескольких километрах от МКАД, по данным местных жителей, было как минимум два взрыва с разницей в несколько секунд. В Калужской области также сообщили о двух БПЛА, летевших на Москву. Очевидцы заявили о беспилотниках самолетного типа, летевших на высоте 200 метров. Один из них был черного цвета, размером 3 метра, второй сероватого и поменьше в размерах, пишут россияне. Также в РосСМИ сообщили, что дроном атакована военная часть в населенном пункте Кубинка Московской области и есть попадание в административное здание. Это примерно 410 километров от границы Украины. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за атаки дронов пришлось отменить некоторые авиарейсы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет. Экстренные службы работают на местах. Судя по онлайн-карте, летевшие в аэропорт Внуково самолеты действительно начали перенаправлять. Заметно как минимум пять таких рейсов из Шарм-Аль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска. Самолеты начали кружить перед посадкой сразу после появления и уничтожения беспилотников. Жарко было и в Подмосковье накануне вечером. В районе захода на посадку самолетов Шереметьево произошел сильный пожар. По данным канала БАЗа, в микрорайоне Химки горел производственный цех мебели. Площадь пожара была больше тысячи квадратных метров. Официальную причину ЧП в России так и не озвучили. Тем временем число погибших в Сумах в результате атаки России беспилотниками 3 июля возросло до трех. Еще 21 человек ранен. Четверо остаются в больницах. Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко. По данным областной военной администрации, вчера в 22.00 спасатели извлекли из-под завалов тела женщины. Сегодня в городе отменили все массовые мероприятия. Установили 4 июля днем траура в Сумах. Есть основания предполагать, что Россия уже производит иранские бобла внутри своей страны. Поводом для таких подозрений стал новый серийный номер, замеченный на летательных аппаратах. Пишет телеграм-канал «Реальная война». Раньше номера начинались с латинской буквы «М», теперь такие. Ранее сообщалось, что в Татарстане идет подготовка к запуску производства БПЛА. Пока комплектующие для них поставляются из Ирана, а в Алабуге готовые изделия собираются, сообщала разведка США. Завод может быть введен в эксплуатацию к началу следующего года. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях, также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы всегда оставаться в курсе самых актуальных новостей о войне.